Всем здравствуйте! Кто на Политбюро? На нашем заседании Юрий Иванович Хануров. Мое почтение. Приветствую вас. 20 чартерных рейсов. Дополнительные рейсы, которые прибывают и стоят без габаритов в Борисполе, кого-то ждут. Массово самые богатые вылетают из страны. Что-то готовится украинцам тревожно. А вам? Я не вижу тревоги украинцев. Даже в больших городах это видно по сюжетам, которые идут. И ты ходишь по улицам, смотришь в магазинах и так далее. Я не вижу такой тревоги. Это, наверное, все-таки историческая память, которая дает какое-то чутье украинца, который всегда привык жить в условиях нападений. каких-то лишений и тому подобное. Ну, все-таки проходили и выходили, знаете как? Вот говорят, почему вот в Украине много свое время было, свиноводство занялись. Да потому что мусульмане не едят свиней. И поэтому, когда шла очередная атака на Украину, набег, вот, то свиньи оставались. Вот украинцы приспосабливались. Что сегодня происходит? Ну, волей судьбы мы стали страной фронтира. И мы... на нас мир тренируется по поводу новых видов войны. И основная война — это запуск, это гибридная война, когда идет запуск информационных технологий, таких очень сильные атаки, которые ведутся на наши все средства государственные. Вот, и туда идет атака. И второе — это на мозги населения, вот, в том, чтобы была паника. И теперь надо, я так понимаю, что нашим соответствующим органам надо следить за тем, как разгоняется паника, кто ее поддержал. И поддержал не просто там, скажем, какими-то там небольшими действиями, но и те, которые там повбегали там и все такое. Когда-то там говорили по поводу того, что самое главное — это учет. Вот сейчас нам надо понимать, кто есть кто, кто есть украинец, а кто не есть украинцем, незалежно от того, какой мовы он разговаривает. Понимаете, в чем вопрос? Вот, когда вы говорите, надо всех переписать, список составить, ага, эти олигархи, вот их там, пул, да, вот их семьи, кланы, вот эти поулетали, эти остались. Есть же такая информация, ее, кстати, сторонники Порошенко активно, ну вот, мусируют, что, мол, семья президента на вилле в Италии. Тоже показательный момент? Это отдыхали. Это было другое время. Ну, очевидно, отдыхали. Понимаете, сейчас, ну, подождите, вот вы сейчас эти слова говорите, я так понимаю, что в ближайшие дни все наши большие люди должны будут продемонстрировать членов своих семей. Да, что и дома, и с тем, и не без семей. Которому надо привыкать и надо понимать, что атака на наши мозги ведется, говорят, круглосуточно. Атака на наши органы государственного управления ведется круглосуточно. И вот теперь наступило время, когда наши айтишники должны серьезно себя показать. Я очень надеюсь на то, что цифровизация, которая, ну, довольно так серьезно охватывает нашу страну, она получит еще дальнейшее развитие. У нас, ну, уже существуют кибервойска, и они должны получить соответствующее финансирование. Понимаете, я сторонник того, чтобы мы воспользовались кризисом вокруг нашей страны и получили возможности доступа к самым современным технологиям мировым. И вот сейчас надо, называется, так, вы говорите, что вы озабочены ситуацией в Украине. Первое, дайте нам вооружение, ну, кто-то дает уже. А и второе, дайте нам новые технологии. Вот, а не пытайтесь зарабатывать на нас в тяжелое время. Ну, видите, как себя повел Макрон. Ну, французы всегда очень хорошо считали, каждый сантим. Вот, и тут себя хорошо заработал. Сколько рабочих мест мы потеряем от того, что к нам Макрон съездил, подписали там договора. Понимаете, вот эти вещи, которые надо, понимаете, таким трезвым умом четко посмотреть, что сегодня происходит в стране. И если меня спросить, а что надо сделать, я бы сказал так. Первое, сделать эксперимент. Дать возможность министру экономики поработать, ну, хотя бы года полтора. Вот. Потому что у нас 32-й министр экономики за годы независимости. Надо учить людей, начиная с территориальных громад. Надо учить хороших специалистов. У нас сегодня территориальная оборона. Сказали, 2 миллиона украинцев смогут взять в ближайшее время автоматы в руки. Это значит, что мы должны очень серьезно опираться на местные органы. Но они должны понимать, это не их оборона, оборона их громады, их города. Это оборона нашей страны. И чтобы все понимали, что с любого куста, с любого хутора может вылететь снаряд, вылететь что-нибудь такое, которое уничтожит летающий предмет. Вот. Поэтому наша задача мобилизоваться сегодня и воспользоваться тем, что происходит. Как воспользоваться тем, что происходит, когда люди видят, ну, вот начало недели, да, а у нас как бы с гривной проблемы и очень активно Нацбанк начал вбрасывать валюту, чтобы как-то сдержать этот процесс. Снова 29 на продажу. И некоторые уже говорят, что после этой волны паники, ну, 30 будет привычно для глаза на обменника. Ну, надо, во-первых, посмотреть, что было написано в бюджете. В бюджете было написано 29. Ну, в среднем по году это надо обеспечить. И с Национального банка спрашивать потом по результатам, например, первого полугодия. Дело в том, что неделя, ну, паника же всегда может быть. И ведь без этих колебаний, без волатильности не бывает. Вот. И на этом люди зарабатывают деньги. Нормальные спекулянты, которые заинтересованы в том, чтобы воспользоваться какой-то ситуацией, повысить, понизить. Ну, задача Национального банка вести себя тем, чтобы эта кривая, скажем, она вот так сейчас идет по дням, а как она будет за неделю выглядеть, уже не так, а за месяц, а за квартал и за год. Поэтому надо смотреть на эти вещи. И вопрос наших запасов, это и серьезный вопрос. И, наверное, с Международным валютным фондом, если говорить, то нужно говорить о том, что нужно на пополнение наших золотовалютных запасов, чтобы было выделено отдельное, было какое-то решение в связи с тем, что Украина оказалась в эпицентре событий. И без всяких там условий, чтобы нам на поддержание нашей страны выделили там условных 5 миллиардов, чего никогда не было. Вот. А вот уникальный случай, никогда не было такой опасности войны в Европе. Ну вот он. Покажите, что вы реально помогаете нам, а не только треплетесь языком. И выражаете там очередную обеспокоенность, какую там, такую, всякую и так далее. Помогите деньгами. Юрий Иванович, еще один вопрос нашей повестки дня, это очень важный вопрос, он тоже спровоцирован этой паникой. Ряд народных депутатов, если конкретнее, то там и Александр Дубинский, и еще несколько депутатов заявили о том, что их, ну, не выпускают из страны. И действительно, всем запретили покидать. Речь там только о слугах или нет, это вопрос. Но ведь и понедельник начинается с, там, согласительного совета, с совета, ну вот, под, ну, там, встречи в парламенте закрытой с силовиками, с, там, главой этого собрания, да, вот, и встречи, там, Даниловым. То есть, достаточно очень тревожная история, и все уже говорят о возможности введения военного положения. Мол, за этим депутаты должны быть на рабочем месте, здесь, чтобы вовремя собраться и быстро что-то решить. Военное положение даст ответы на многие вопросы, и вообще, возможно ли его принятие ввиду вот такой сложившейся ситуации? Ну, во-первых, ситуации, я считаю, что такой особой нет. С другой стороны, дисциплина должна быть. Если решение фракции есть о том, что мы должны быть все на месте, то должны быть все на месте, несмотря на такую, знаете, как, демократию на всю голову, которую мы, как мы ее понимаем. Демократия – это подчинение меньшинства большинству. Если принято большинством решение, что все должны быть на месте, то нечего. По-моему, в Германии было, когда депутата, он не хотел голосовать, то его на руках несли, заставили, посадили в зале, а раз он в зале, он должен голосовать, иначе он не будет больше депутатом. Это дисциплина внутрифракционная, внутрипартийная и так далее. Это нормальные вещи. Говорить о том, что сегодня парламент, вот так регулируют, у нас парламентско-президентская республика, но парламент же должен отчитаться перед народом, что он делал. Не только то, что депутат… Болел. Кто болел, кто машиной на кого-то наехал и тому подобное. Не только об этом надо рассказывать, но рассказывать о том, что они занимаются конструктивным делом. И вот они собрались. Вот погодживная рада – это нормальное явление, это типовое. А совещание во главе с Даниловым – это уже действительно ответ какой-то на события. И они должны выйти и сказать, что да, действительно напряженная ситуация, но до введения военного положения еще рановато. А что касается приграничных областей, потому что, ну вот мы сейчас покажем, это вот лишь малая часть той военной техники, что просто люди, автомобилисты в Российской Федерации едут, снимают и показывают там в своих соцсетях, мол, вот это вот под Харьковом огромнейшая колонна, а вот это вот Белгород, а вот это ближе к украинской границе. И вот эти видео, 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 нас могут принудить ввести военное положение по приграничным областям, как, ну помните, когда-то в свое время пытался перед выборами президентскими совершить Порошенко. Я не думаю, что надо вводить сейчас военное положение, но мы должны четко понимать и разъяснять людям, что во время танковой атаки, при том наличии, которое у нас есть средств противодействия, ну я думаю, что, когда-то я видел фильм, в котором говорили о том, что 4,5 минуты живет такой танк, который пойдет сюда. Каждый танкист Российской Федерации должен знать, что если он пересечет границу Украины, жизни ему останется 4,5 минуты. И что мы вооружены так сегодня, что вся вот эта первая, вторая линия, которые пойдут, они будут уничтожены. Где такая информация, где такая пропаганда, почему этого не делается? Вот депутатам бы, вместо того, чтобы там думать, куда, як вы слызнуты, они бы лучше думали о том, говорили слова о том, а сколько времени проживет российский танк, если он пройдет красную линию. Вот хотелось бы очень, чтобы в этом плане успокоение народа было не так просто. Люди, да будьте спокойны, да будет все нормально. А говорить о том, сколько мы можем уничтожить вражеских объектов и каких, за какое время. Чтобы цена была такая, чтобы не хотели нападать на Украину никогда в жизни. Вы знаете, мы бы хотели показать, вот где-то вот ваши слова сейчас, они вот созвучны с еще одним лидером мнений, Дмитрием Гордоном. Ой. Вот давайте посмотрим, и вот ваш комментарий. Вот вы как специалист, как человек с опытом, как государственник, что скажете? Внимание на экран. Владимир Путин, я не случайно показал вам места, с которыми связано для меня все. Эти места, наверное, и называются родиной. У нас, у украинцев, у киевлян есть родина. И нам все равно, какие у вас на нее планы. Хотите ли вы бомбардировать в Киеве другие города Украины? Хотите ли вы зайти сюда в результате наземной операции, чтобы сеять здесь смерть? Нам повторяю это все равно. Мы находимся на своей земле. Мы любим свою землю. Мы никому не угрожаем, в том числе и России. И мы хотим, чтобы вы поняли, всех, кто переступит украинскую землю, мы будем убивать. У нас нет другого выхода. Мы будем защищать свое. Путин и его друзья сюда не придут. Рисковать своими жизнями они не будут. Они пошлют ваших детей, как мясо. Потому что это для них не впервой. Владимир Путин, мы никому не отдадим Киев и никому не отдадим другие украинские города. Мы у себя дома и никуда отсюда не уйдем. Владимир Александрович, я надеюсь, что вы сейчас в это тяжелое для Украины время находитесь вот здесь, на Банковой, где и должен находиться президент Украины. Единственное, нам непонятно, что происходит. Вы не обращаетесь к народу, к нации, со словами, которые бы разъяснили, что делать каждому украинцу в ситуации, когда более 100 тысяч российских солдат сосредоточены вокруг украинской границы. Объясните, пожалуйста, украинцам, что нам делать. Когда будут раздавать оружие, если это нужно? Где каждый должен занять позицию в час икс? Выступите, пожалуйста, с обращением к нации. Потому что пока вас не видно и не слышно. У нас сегодня должен быть сильный президент, который понимает, что нужно делать не только ему, но и каждому из нас. Мы ждем. Что скажете? Вот там много вот таких моментов, за которые надо зацепиться. И, собственно, об этом и наше интервью, если брать финальную часть. Но как вы думаете, это часть сценария, о котором вы говорите, что все происходит по определенному сценарию гибридной войны? Ну, я думаю, с точки зрения такой пропагандистской, агентационной, все слова сказал, все нормально. В этом плане все зафиксировано. Я думаю, что тема, которая сегодня для всех украинцев, она-то есть. Но, понимаете, оно, чтобы не вызывать какие-то эмоции у населения, которые как бы с точки зрения наоборот. Поэтому и не перегнуть во многих вопросах. Понимаете, слишком такие лобовые обращения, они не находят отклика у людей. Но это его дело, он мастер слова. Так что, я думаю, его продукции будут покупать лучше. Но надо понимать одну вещь, в чем я поддерживаю. 80% украинцев настроены антирусскими. Сегодня пронизаны настроениями в связи с вот этими подготовками. Это исследования, которые были проведены. И должен сказать, что Украина имеет огромнейший опыт партизанской войны. И мы должны понимать, что у нас, говорят, что около 4 миллионов единиц оружия есть у населения. Официально 1,2 миллиона. Я думаю, что в такую страну нельзя нами даже сунуться. Это надо понимать, что из-за каждого угла будет выстрел. И потом так. А как проповедовать идеи русского мира, если ты собираешься бросать бомбы на города, с которыми ты потом хочешь с этим населением каким-то образом работать. То есть, это все, понимаете, не вяжется. Многие вещи, которые не вяжутся, с точки зрения их идеологии, того, что там рассказывают, в книгах они пишут, и там эти кремлевские политологи говорят там и тому подобное. Не вяжется. И поэтому наше население должно быть так просто прагматически, спокойно относиться к тому, что происходит. И это пройдет. И наступит время, когда надо думать о стратегических вещах. С кем мы, кто был с нами тяжелую для Украины минуту, кто внутри Украины был, как себя вел. И не только говорил, но и делал. И вот это очень важный момент, который мы должны вынести. Я думаю, что мы выйдем значительно сильнее, чем мы были до кризиса. Я благодарю вас за такой сдержанный оптимизм и прагматизм в прочтении всей этой ситуации. Самое главное, чтобы потом определенные люди не кричали, не заявляли. Вот смотрите, я ж никуда не уехал. Я же всех призывал. Вот давайте, я же патриот. Где мое место у корыта? Юрий Ихануров был с нами. Благодарю. До встречи. И вас благодарю за подписку, за лайк, за комментарий. Будьте с нами и следите за новыми видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин